Всем привет! На канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Алиса в стороне чудес. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали главу, которая называется «Вниз по кроличьей норе». Сегодня нас ждет глава, которая называется «Море слез». «Ну что, поехали!» «Все странче и странче!» – кричала Алиса. От изумления она совсем забыла, как нужно говорить. «Я теперь расстригаюсь, словно подзорная труба. Прощайте ноги!» В эту минуту она как раз взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще на мгновение, и они скроются из виду. «Бедные мои ножки! Кто же вас будет теперь обувать? Кто натянет на вас чулки и башмаки? Кто же до вас теперь, мои милые, не достать? Мы будем так далеки друг от друга, что мне будет совсем не до вас. Придется вам обходиться без меня». Тут она призадумалась, все-таки надо быть с ними поласковее, сказала она про себя. «А то еще возьмут и пойдут не в ту сторону. Ну ладно, на Рождество буду посылать им в подарок новые ботинки». И она принялась строить планы. «Придется отправлять их с посильным». Думала она, вот будет смешно, подарки собственным ногам. «Ну что за вздор я несу?» В эту минуту она ударилась головой о потолок, ведь она вытянула с фунтов до девяти, не меньше. Тогда она схватила со стола золотой ключик и побежала к двери в сад. Бедная Алиса, разве могла она теперь пойти в дверцу? Ей удалось лишь заглянуть в сад одним глазком, и то для этого пришлось лечь на пол. Надежды на то, чтобы пройти в нору не было никакой. Она уселась на пол и снова расплакалась. «Стыдись», — сказала себя Алиса немного спустя. «Какая большая девочка!» Тут она, конечно, была права. «И плачешь?» «Сейчас же перестань, слышь!» Но слезы лились ручьями, и вскоре вокруг нее образовалась большая лужа дюймов четыре глубиной. Она раслилась по полу и уже дошла до середины зала. Немного спустя в талике послышался топот маленьких ног. Алиса тороплива, вытерла глаза и стала ждать. Это возвращался белый кролик. Он идет. Одет он был парадно. В одной руке держал пару лайковых перчаток, а в другой большой веер. На бегу он тихо промотал. «Ах, боже мой, что скажет герцогиня? Она будет в ярости, если я опоздаю. Просто в ярости». Алиса была в таком отчаянии, что готова была обратиться за помощью к кому угодно. Когда кролик поравнялся с нею, она робко прошептала. «Простите, Сарик, кролик подпрыгнула, ранил перчатки и веер. Бетнулся прочь и тут же исчез в темноте. Алиса подняла веер и перчатки. В зале было жарко, и она стала обмахиваться веером. «Нет, вы только подумайте», — говорила она, — «какой сегодня день странный?» «А вчера все шло, как обычно. Может, это я изменилась за ночь?» «Дай-ка вспомнить. Сегодня утром, когда я встала, я была... Я это была или не я? Кажется, уже не совсем я. Но если это так, то кто же я в таком случае? Это так сложно. И она принялась перебирать в уме подружек, которые были с ней одного возраста. Может, она превратилась в одну из них? Во всяком случае, я не ада», — сказала она решительно. «У нее волосы вьются, а у меня нет. И уж, конечно, я не Мейбл. Я стильно его знаю, а она совсем ничего. И вообще, она — это она, а я — это я. Как? Все непонятно. А ну-ка, проверю, помни, я то, что узнала или нет. Значит, так. Четыре, ши, пять, двенадцать, четырех, шесть, тринадцать, четырех, шесть, тринадцать, четырех, шесть, семь. Так, я до двадцати никогда не дойду. Ну, ладно, таблица умножения — это неважно. Упробую географию. Лондон — столица Парижа, а Париж — столица Рима. Нет, все не так, все неверно. Должно быть, я превратилась в Мейбл. Попробую прочитать, как дорожит. Она сложила руки на коленях, словно отвечала «Урок» и начала. Но голос ее зазвучал как-то странно, будто кто-то другой хрипло произносил за нее совсем другие слова. Ну, вот и все. Мы прочитали первую часть главы, которая называется «Море слез». В следующей серии нас ждет вторая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока.